Для доклада от Организационной комиссии приглашается товарищ Золотов. Продолжение следует... ...связанное с Организационным развитием нашей партии. Начнем с кадров. На 9 июня 2018 года в партии было 135 человек, из них 21 рабочий. А на 9 мая 2019 года 237 человек, из них 39 рабочих. То есть рост партийных видов на 75%, а по рабочим и того выше, на 86%. Да, если был в экономике, значит, естественно, очень быстрый, чистый рост нашей партии. Это умножение сил, потому что люди, которые стремятся бороться за интересы рабочего класса, учатся этому, учатся в теории, учатся на практике и достигают результатов. Что еще можно отметить, как очень положительное явление? Вот всегда перед всякой партией стоит вопрос о воспроизводстве, да, о развитии, о перспективе, о будущем. Это связано с тем, чтобы в составе партии были представлены широко и молодые люди, да, разные поколения, наряду с поколением ущадителей, если говорить. Так вот, в нашей партии на сегодня 56% членов партии – это люди в возрасте до 40 лет. На такой партии, конечно, будет будущее и вступают в основном люди молодые. Это очень хорошо. Это очень хорошо на фоне того, что было, чтобы понять масштаб изменений, потому что, ну, 237 человек – это бы вроде бы и немного. Давайте вспомним, что учреждали нашу партию люди в составе 36 человек. И вот на этой планке партия находилась, я имею в виду численный состав, вплоть до 2013 года, вот после этого. То есть 20 лет почти. 36, 39, 30. А в 2009 году было 29 человек. Ну, я хочу сказать, что вот этот численный рост нашей партии не должен составлять того, что, что называется, бьют не числом, а умением. Вот на чем же держался такой авторитет нашей партии, благодаря которому сегодня к ней приходят новые и новые люди, благодаря чему будет такое замечательное будущее. Ведь влияния нашей партии никогда не было соразмерной ее численности. Ну, что такое, вот теперь понимаешь, 36 человек или 29 человек. Ну, горско на Россию. А влияние было очень большое. Почему? Это было связано с тем, что, вот здесь уже об этом говорилось, что в нашей партии были представлены лучшие теоретики марксизма, ленинизма, современности. Я вот не боюсь этого сказать, вот я вижу товарищей своих на первом ряду. Ну, давайте мы скажем об этом. И вы, я думаю, что не будете это опровергать. Лучшие теоретики. Это первое. Второе. В нашей партии всегда были лучшие пропагандисты марксизма, ленинизма. Лучшие пропагандисты. В нашей партии всегда были лучшие профсоюзные организации. Вот сегодня, видим, по состоянию здоровья у меня с нами Константин Васильевич Федотов. Но мы знаем, что если надо узнать, вот что надо сделать, кому обратиться во всей России. И как ходоки идут к нему. Константину Васильевичу Федотову. И вот он таким был с начала 90-х годов. И, наконец, если мы говорим о рабочей партии России, хотя бы и о партии в себе, да, то какая бы она была бы без рабочих? Ну, это была бы партия, не партия, а кружок сочувствующих, замечательных людей, сочувствующих рабочему классу. Так вот, наша партия имела заметное влияние и сегодня получила развитие. Потому что в нашей партии были рабочие, которые олицетворяли собой цвет рабочего класса. Таких рабочих было 1 на 10 миллионов рабочих. Василий Иванович, вот я вас имею ввиду, Василия Ивановича Шикарева, Владимира Михайловича Кудрябцева, тех, кого с нами нет сегодня, Дмитрия Васильевича Егошина, Константин Ивановича Санкова, Анатолия Петровича Шумакова. Вот таких рабочих было, теперь показывает история, 1 на 10 миллионов. Но они были в нашей партии. И поэтому наша партия всегда была связана с рабочим классом. Через этих лучших рабочих. И вот поэтому, даже тогда, когда у нас было 29, мы были заметной величиной. Естественно. Но чтобы теснее связаться с классом, чтобы расширить свое влияние, конечно, нужно расти количественно. Вот просто сегодня происходит. Разумеется, это еще не предел. Не будем себя успокаивать. Почему? Ну, потому что, скажем, на лондонском съезде, пятом съезде партии, который стоялся в 1907 году, скажем, только за Кавказской организацией были представители партии, которые представляли собой 8 тысяч членов рабочих РСДРП и 12 тысяч нерабочих. Вот это партия, которая делает революцию, руководит революционным движением. Поэтому нам еще расти. Да, конечно, нет прямой аналогии. Почему? Потому что, чтобы связаться с классом, тогда не было таких средств, как и мы сегодня располагаем. А сегодня мы видим, у нас по всей России есть люди, это единая сеть, потому что мы всегда оперативно можем связаться и так далее. Наверное, не понадобится стократное увлечение членов партии, чтобы по-настоящему стать авангардом класса. Хотя и сегодня мы уже выполняем роль авангарда класса, и у нас в этом смысле, как товарищи сообщили, в общем-то нет конкурентов. Но, естественно, вот эту роль более в полной мере, более последовательно будем выполнять тогда, когда, ну, хотя бы десятикратно мы вырастим. Поэтому не надо успокаиваться и на достигнутом, но надо и ценить то, что уже сделали. В нашей партии достаточно широкое представительство, вот мы сегодня слушали, там есть группа ВКонтакте, там распространяют газеты, там... Почему? Потому что партия представлена в 49 субъектов Российской Федерации. Мало. Мало, конечно, но уже больше половины. Больше половины. Разумеется, вот когда мы имеем такой рост, то это... И когда учредители партии, вот те, которые, значит, выстрелили, что называется, марксизм своей предыдущей борьбой, в партии осталось 10 человек из 237, то очень острая задача, стоит задача в том, чтобы вот эти традиции, это достижение были переданы. Но правильно товарищи здесь сказали, что у нас есть Красный университет, вот здесь теоретически люди готовятся и растут. У нас есть, значит, много средств массовой информации, где они выступают и растут, и, так сказать, идейно, и логически, как политический руководитель. Я думаю, что эта работа должна быть продолжена обязательно, потому что без этого мы очень многому не добьемся, и мы сами знаем, что сама психичность ничего не решает. Вот с нами рядом существует там в Компартии Российской Федерации, в которой может быть 10 тысяч членов партии. Поскольку они не туда идут, их влияние в рабочем классе, их значение для построения советской власти, возрождения, нулевое, если не отрицательно. Поэтому, конечно, вопрос у психичности, но мы-то должны близко заботиться о том, чтобы качество партийных рядов было на высоте. И для этого тоже я соглашусь, что из всех предпосылок надо просто, может быть, это закрепить в решениях партии и за этим внимательнее смотреть, чтобы избежать каких-то ошибок и отклонений от линии. Вот здесь товарищи правильно сказали, что российский квитет рабочих демонстрирует улучшение своей работы, приезжает больше рабочих, лучше выступления. Но я хочу отметить, что мы понимали, какой вклад в это носит и партия. В том числе и финансовая. Вот поэтому у нас есть хорошее представительство рабочих, и они имеют возможность там выступить и учиться. Я думаю, что партия и дальше будет поддерживать такую практику. Какая здесь перспектива? Я думаю, что перспектива будет следующая. Я думаю, что вот, когда будет укрепляться наше влияние в профсоюзных организациях, мы будем иметь больше делегатов от профсоюзов. Это хорошее дело для российского комитета рабочих. Кстати говоря, у нас в 90-е годы, когда, в начале 2000-х, когда к нам приезжали докеры и представители других профсоюзов, их делегировала не партия, и средства тратила. Их делегировали, финансировали профсоюзы. Не без нашей инициативы. Значит, вот, наверное, что можно сказать отмечая организационные комиссии. Значит, что еще можем сказать? Что в связи с нашим ростом, разумеется, возникнут проблемы организационного плана какого характера? Выделения первичных профсоюзных организаций. Мы имеем опыт такого выделения. Я скажу, что я во многом инцензировал именно я, как член организационной комиссии, в создании Саратовской первичной организации. Этот опыт неудачный, потому что, конечно, в той организации, где есть один рабочий и остальные нерабочие, наверное, это не организация. И рано ставить вопрос, и она действительно может очень легко надломиться. Это не первый раз, когда мы получаем потери в организации. В начале, в 10-е годы была такая сочинская организация. Она тоже пропала, потому что там была очень слабая связь с ней, во-первых. Во-вторых, там рабочих тоже не было. То есть, короче говоря, конечно, спешить не надо. Поэтому то, что сейчас на себе тянет такой огромный его партийная организация Ленинградская, хотя она называется Ленинградская, а, наверное, больше половины людей, которые из Великой всей России, вот они с ней и связь поддерживают, и взносы получают. Так что у них двойная нагрузка. Это не совершенно необходимый этап. Это этап приходящий, но, видимо, пока еще не видно, чтобы предпосылок для создания первичных организаций. Поэтому это опять перспектива нашего организационного развития. Мы ее должны иметь в виду, но, так сказать, с этим не спешить, чтобы не повторять этих ошибок. Уважаемые товарищи, я думаю, что, так сказать, в нашей организационной работе, вообще, в нашей работе, мы должны иметь в виду процесс обновления кадрового состава партии, вполне естественный. Вот сидит Александр Сергеевич, который сказал, что поколение действует 30 лет. Вот поколение щадителей сейчас как раз достигает той планки, и возрастной, и фактически, когда вот 30 лет им поработали, и, наверное, сделано немало, а сделать предстоит еще больше. Значит, это должно взять на себя более молодое поколение, соответственно, оно должно быть представлено в проходящих органах партии, в том числе и в организационном бюро. Я думаю, наш съезд сегодня в соответствии решения примет. Я? Завтра. Ну, сегодня и обдумает, сегодня обдумает, завтра примет, я не буду сегодня нынешний съезд. Так что это надо, эти проблемы видеть, о ней заботиться, и работать так же на далекую перспективу, ну, как минимум 30 лет. Вот я думаю, что это очень важно. Поэтому я от лица организационной комиссии тоже, так сказать, имею основание оценить проделанную работу как положительную, и вот определить те задачи, которые я вам сказал. Спасибо. Вопросы, товарищи, к докладу? Ну, это правда. Из всех. Я люблю сейчас. Из всех получше. Очень хорошо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok